Надо же, за пять дней, что у меня здесь не было, высохло озеро практически. Не осталось воды, сушь, сушь стоит. Когда шла еще сюда, я рассматривала в бинокль далекую вершину, венчанную тригой. Тригопункт ставили геодезисты в далекие 30-е и 40-е годы. Это для отважных, думала я тогда. Подъем по местам зубчатому гребню казался мне сложным. Особенно после неудачи с горой Домах, после лазаней по непрочным скалам ущелья здешнего ручья. О, какой тут зандарм. Но ведь занесли же, и я поняла, что не смогу покинуть Верхоянские горы вот так просто. Спуститься с них, не поднявшись на выдающуюся вершину. Царство горных баранов. Тропы просто вообще набитые. Последний взлет. И внушение. Вон он, показался. Тригопункт. Ура! Удалось, значит, дойти. Вот тут вот сейчас пересечь только вот этот вот. Крутой участок. Аккуратно. Верхоянской хребке, если залезть на какую-то вершину, это вдруг неправильно. Сегодня погода уже полковалась. Вот я поднялась на вершину. 1836 метров. Да, только глядя сверху, понимаешь, какая-то действительно горная страна. Верхоянский хребет. Где-то там моя река, по которой я сплавляюсь в Болох-Маян. Вот такие горы. Вот такие горы. Да, это центральная часть Верхоянского хребта. Арулган. Здесь расположены самые высокие горы Верхояния. С абсолютными отметками от 1700 и до 2000-3000-9000 метров от уровня моря. Долины рек действительно так глубоко врезаны в хребет, что их сверху и не видать. Много каньонов тут. Оценив протезну Гребня, я решила возвращаться, впускаться в каньон, но немножко другим путем. Практически возвращаюсь. Ох, страшно. Иду, а вдруг тут водопад. Я ниже каньон перелезала. Там-то есть проход, а вот что здесь? Ура, я дошла до сочащейся водой стены, висящего камня. Вот здесь вот мой знакомый подъем из каньона. Вот первое деревце уже пришло. Камни только, полосы камней не мешают. Ноги на камнях не держатся. Вот там внизу уже знакомое мне место, где я ночевала. В мой глубокий каньон пришло солнышко. Я отправляюсь обратно в свой лагерь, где оставила лодку. Какие камнишки. Все, начинаются броды, постоянный рев. Какие камнишки. Вот еще мостовая. Да, по пути туда у меня были совсем другие виды и было темновато. Обхожу водопад по лесной полочке, заросшей ягелем. Ох, здесь. Глесничка тут поспела. Багульничком пахнет. Ой, красотища. Да, спуск такой крутой. Ну, здесь у дверейная тропа себя как-то идет. У меня хватило ума не полезть. Там было очень круто. Спустилась, вылезла. Вот, нашла другой спуск. Клава богу, здесь, кажется, смогу пройти. Какое же блаженство, скажу я вам. Вновь прийти на свою стоянку, откуда уже остается до дома 4 часа ходу. Проскочила приток, не заметила. Думаю, ну где он, где он? Он же там хотела перекусывать и сил выглазить. Ура! Сажится, конечно, к ущелью. Я выхожу на более широкие просторы. Итак, из узкого ревущего ущелья я вышла на широкие солнечные просторы. Вы не представляете, какое это счастье оказаться здесь. Осталось совсем немного до лагеря. Я надеюсь, что хозяин не съел мои продукты, которые висят на дереве. Не порвал лодку. Вниз распахивается широкая долина собопола. По глубокому мху лишайнику ломиться непросто, но это красиво. Вверху карликовая березка уже начала буреть, а здесь еще пока красненькая. Вот здесь на колодке, видишь. Прям клумба красной ивы. здесь лицо. Оооо, кажется, все на месте. Да. Нет. Вообще, никто не трогал. Все на месте. Ура! Вот оно, мое местечко. Я здесь пилку оставляла. Кострища. Фуууу, слава богу, как тут все пожелтело, изменилось. Ай, припозилась. Жарю перцы, бараны. Ночью уже очень прохладные становятся. С утра даже в куртке вылезаю. Я продолжаю сплав по реке Соболох-Маян, или как она здесь в Верховьях, еще называется Собопол. Мне осталось пройти еще 330 километров до поселка Костатэам, где Соболох-Маян впадает в Лену, и там вот есть поселок. Здравствуй, речка! Я снова качусь по тебе. О, как это здорово! С высоких гор Ирхоянского хребта начинает свой разбег река. Но крутые горочки с камнями еще встречаются. Быстротоки, конечно, еще будут. Это здорово! Но глотка уже практически не плещет. Можно обойти все волы. Горы еще впереди будут. Здорово! Вот так вот просто плыть без всяких ужасов, наслаждаться видами. Вот они, разбое русло. Снова начались мели. Ай, камешки, камешки! Камешки, камешки! Вокруг горы возвышаются. очень даже еще неприступные. Там дригопунк стоит 1700 в с лишним метро. Скоро. Вот обед. Большая у меня сегодня баранка. Рыба красная. Вот уже долина Мечена там . Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, речка разнообразная ДимаTorzok Обед тут делала DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 березок что прийти у меня знаменательный момент примерно 200 километр сплава это середина реки середина сплава горы остались позади редкий перекат чуть-чуть появилось течение красивый тут берег отсветший ванчай с покраснейшими листиками это голубика здесь такая высокие кусты под вечер я попала сплошной горельник старый но негде остановиться вот нашла единственный тут пятачок пожарящий с луком рыбу поставить рыбу а здесь такой лук хороший растет ой зелененький последнее время что от гребли опять правый бок заболел выбираю места вот так вот чтобы можно было опираться как кресле хорошее здесь местечко несмотря на то что вокруг галь здесь просто такой кусочек уникальный пока ставил палатку рис на углях дошел еще не поднялся утренний туман но зато речка вошла в крутые берега побежала немножко сегодня я первый раз вышла так рано а то все туман беспросветный мешало сегодня более-менее вдали пробивается солнышко сейчас где-то полдесятого утра наконец-то вышло солнышко раскрасила картинку красивую на речке однако солнышко баловало меня недолго в обед начался дождь и постепенно он разошелся не на шутку я незаметно нацерел и замерзла как назло берег шел крутой с неприступности ночи стокольного леса быстро темнело дождь был неприятный с ветром в лицо и как водится меня спасла только песня зачем зачем владыка мне столько воды там сейчас стоянку искала больше часа причалила раз шесть вообще не было мест только вот самой южной части петли но я так предполагала здесь должно быть такое пологое местечко и все я спасена непогода разгулялась закручивает ветер даже мне пришлось в тент поменять место 135 километров не осталось даже быть хорошей погодой лучше наконец-то мой лагерь посетило солнце полдесятого утра сегодня ветер стих дождь прекратился все начинает подсыхать потихоньку я сейчас собираюсь плыть дальше итак сегодня 8 сентября уже больше месяца я нахожусь на маршруте сплавляясь по реке сейчас соболок майян она оказалась медленней проходима чем я думала здесь течение в конце стало слабее просушка всего снаряжения перед отплытием с теплой просушенной стоянки это необходимо на крутом повороте вот такие выходы размывающийся берег не то что солнышко не выходит опять дождик начался что-то не хочет меня соболок майян хорошую погоду отпускать под дождем лагерь делаю но мне повезло тут такое место классное просто вон дров полно а вот там вообще от ветра меня загораживают загораживают высокий берег протираю пол я же на этом коврике исплавляюсь водку его стилю вот такое у меня укрытие а вот вход в мой домик где я буду спать уже вот такое вот взял второй теперь у меня есть уверенность в завтрашнем дне если даже будет непогода у меня хватит продуктов ох спасибо тебе рыбонька кормишь меня не даешь пропасть да кстати ловится вот на такую блесную вертушку это ну она аналог мэпса дешевая но отличная медная блесна вот мой лагерь под лиственницей неужели это все совсем уже осень дожди непогода состояние сонное ничего не хочется делать еще думаю про медведя что смогу залезть на мою лиственницу в случае чего она с подходящими ветками вообще-то здесь здорово только бы не волновались что я еще все не приплываю берем пищевую линько какая жирная такая вкусная кожа толстая хорошая такой с белье к Съела три куска рыбы Полную сковородку И ни в одном глазу Опять хочется есть, сейчас еще буду жарить Жор пошел дикий Итак, после вторых суток непогоды От чирки в лагере на берегу Я снова продолжаю сплав По реке Соболов-Маян Я продолжаю сплав Рыбалку в таких классических местах кидаю Солнце проявляется редкими такими пятнышками Опять уходят за тучки Впереди показалась Возвышенность Сейчас оттуда должен быть Хороший обзор Вот здесь река делает такую большую петлю И вот эта точка Там трегопункт должен быть Сейчас попробую туда сходить Да, тут на бережку гуляли И туда, и сюда Но ничего Приятно прогуляться по берегу После гребли здесь Болото сначала Даже уже Глюквы есть Осенние краски Маслятки Масляточки Ой, ну у меня, сука, рыбы Мяса нет Краски Осенние тайги, конечно Божественные Непередаваемо Красивые Парковый лес Парковый лес Вот уж точно Море тайги Да, подъем Очень живописный Пусть гора не высокая 124 метра Вот она вершинка Вот он обзор Вон он, трегопункт Постройка Топографов Геодезистов Советских Времен 30-х 40-х годов Время освоения Заполярья А лестница Сохранилась Крепко А тут, наверное, вид Здесь я уже проплыла Вот с этого изгиба Я пошла Подниматься на обзор Вон туда Поднималась Там возвышенности Сюда шла По верхам Здесь Перешей Большой петли И вот там Это озеро А вот там На дальнем плане Река течет 126 метров Над уровнем моря Старые Кусты сланика Как Огромные Гигантские Пути Все небо Расчистилось Наконец-то Установилось Победно Это просто Фантастика Если мне совсем не хочется Выплывать Цивилизацию Я расположилась Я расположилась На узкой полочке Во гнике А сверху Там редкий Лиственичник Все У меня уже Стоит палатка Наступил полный Штиль Закат 7 вечера Когда солнышко То и темнеет Позже Там непогода Приходилось Пять уже Начинать искать В это время Темнело А сейчас Благодать Настала Супчик У меня будет Самодельной Лапшой А то Мука Осталась А масла Уже нет О, сейчас Сейчас Опять будет Кипеть Супчик Может Конечно Не лапша Не галушки Посмотрим Такие Толстенькие Ух О, события Неожиданным Образом Повернулись Меня встретилась С моторкой Меня Вот Мужики Предложили Подбросить Там внизу Уже Будет Совсем Течения Не будет В общем Я согласилась Мужики Оказались Местными Проводниками Они сопровождали Группу рыбаков И вот Уже 10 дней Были здесь В тайге На притоке Соболов Маяна Вот такая палатка Юрта Светится В ночи Вот как Спят Нормальные Жители Тайги На шкурах Лимба А, лимба Да, я вот узнала Что местная Крупная рыба Называется Лимба А я ее Лимком Называла А вот Уха У нас еще В общем Палатка Очень Очень Комфортная Вкладыш Берете Спальник Вот Как Как дома Уют Настоящие Люди Тайги Везде Делают Уют Что в тайге Что дома Дима А вы говорите Что сейчас Опаснее Лоси Чем медведи А почему так А? Почему так Лоси Сейчас злой Очень Очень Злой Чем медведи Даже медведи И волки Боятся От него 12 сентября Солнечное Утро Встречают Сегодня Нас Здесь На этом Месте Вот Он Обширный Галечник Ждем Когда Мотор Привезет Нам Запчасти Вода За ночь Поднялась Примерно На метр Я бы Одна Побоялась Вставать Вот так На галечнике Но Ребята Знают Что Сильно Сейчас Не должно Прибыть Воды На реке Здесь Еще Встречаются Быстротоки Но Ветер Ветер Да Интересно Местные Жители Реку Соболох Маян Называют Просто Маян Приближаемся К поселку Костетоам Лена Здесь Образует Много Рукавов Острова Мы сейчас Не в основном Русле В одной Из проток Лены А сам Поселок Костетоам Он Находится Не на берегу Лены Пристань Поселка Сам поселок Небольшой В нем Проживает Около Четырехсот Человек А вон там Вдали Поселок А вот Уже Береговой Обрыв Реки Лены В ее Основном Русле События Развиваются Стремительно Можно Сказать Что я Попала С бала На корабль Не успела Сходить Поселок Костетоам Как Выяснилось Что Скоро Придет Теплоход До Якутска Ленский Омуль Он Гораздо Больше Чем Байкальский Уже Готова Икра А как вы ее сделали? Как Перемешала Просто Солью? Солью Всем Известно Проленские Столбы А вот Кто знает Проленские Глыбы Из Спрессованного Песчаника Здесь Целый Пляж этих Камней Удивительных Очень Плотная Структура Все Вокруг Выветривается А вот Эти Глыбы Остаются О Удивительное Образование Вот Они Сползают Со склона Вот Такая Песчаниковая Плитка О Не разломаешь На самом деле Какие Извояния Гладенькие Все Это Конгломераты Из Юрских Отложений Сцементированной Осадочной Породы Оливролиты Песчаники Сцементировали Какой Интересно Как Образовывались Эти Глыбы Монолиты Спрессовывались Цементировались Под воздействием Давления Температур Каких только Слоев Тут Нету Река Лена Катит Свои Воды К Северному Ледовитому Океану Прям Яйца Динозавров Почему Они Такие Круглые Круглые Итак Закончен Мой маршрут Через Верхоянский Хребет Пройдено Около 600 Км Пешком С плавом Где-то Даже На лошадях И теперь Я на Теплоходе Механику Ливен Возвращаюсь В Якутск По реке Лени Из поселка Гастатеан Продолжение следует...